Министр социальной защиты Нижегородской области получал взятки от директора детского дома для детей-инвалидов. Об этом сегодня сообщили правоохранительные органы. Наталья Исаева проработала на посту министра чуть больше года. Внезапно, 25 апреля, появились сообщения о ее отставке, а уже 26-го сообщения об обысках у чиновницы. 27 апреля появились первые сообщения о том, что она получала взятки от директора детского дома для детей-инвалидов. Эти сообщения вызвали недоумение поначалу. Во-первых, откуда у директора детдома для инвалидов деньги на взятки? Во-вторых, для чего директора детдома подкупать министра? Сегодня задержанную Наталью Исаеву доставили в суд для избрания и меры пресечения. И все прояснилось. На средства, предназначенные для сирота, она строила себе коттедж. Сотрудники ФСБ задержали Наталью Исаеву прямо в министерстве. Признаете себя? Без комментариев. Вот вас подозревают в получении взятки. Без комментариев. Вы согласны с этим? Вы оставили свой коттедж на деньги для детей-инвалидов. По версии следствия, с августа 2022 года по апрель 2023 года чиновник получил взятку от директора детского дома за общее покровительство по службе. Взятку она получала в виде имущества, стройматериалов для строительства личного домовладения, а также в виде оказания услуг имущественного характера, выполнения ремонтных работ в квартире. Всего сумма взятки превысила 1 миллион 400 тысяч рублей. Можете как-то объяснить свой поступок? Кстати, как сообщают следственные органы, свою вину Наталья Исаева признала. Она помещена по решению суда под домашний арест.